доброй ночи это михаил лобковский программа взрослым о взрослых начинаем каждый раз когда у нас не складываются отношения мы находим объяснение почему опросы показывают что 70 процентов граждан считают что из-за партнера то есть я выбрал не того человека проблемы или с ним или у него 20 процентов говорят я сам виноват ну например изменил скандалил или пил ну или что-нибудь в этом духе и 10 процентов считаю что это обстоятельства помешали что в другом состоянии ну например сейчас нет денег а когда вот я их там заработал жили бы и радовались а так она от меня ушла что-то вот такое и вас продолжение вчерашней темы я хочу спросить как вы сами считаете исходя своего опыта если у вас но более чем один раз отношения заканчивались то можно их трактовать как то что они не складывались если это носит такой уже как сказать множественный характер это было пять раз десять раз наверно многие из вас задумались а действительно почему не складывается и вопросы в связи с этим такие вопрос первый вы считаете что проблема у вас опять как и вчера вопрос 2 родительская история в том числе выборе самого партнера и наконец 3 может быть это обстоятельства ирина из петербурга пишет вот что с мужчинами у нас проблема алкоголь депрессия домостроевские взгляды неуважения к женщине я думаю что женщины в россии страдают в силу этих объективных обстоятельств она 29 лет из москвы мой отец пил и меня мужчина попадаясь попадались пьющие конечно отношения не складывались игорь из самара чек всегда сам виноват если отношения не складывается когда разные взгляды смотрю на жизнь марина из москвы и моя мама два раза была замужем мне 30 лет я уже три раза отметилась михаил это такая карма это это вопрос марина вот что я хочу сказать по поводу кармы как и в случае с алой у которой отец пил вы знаете предрасположенность к чему-нибудь может быть это кстати многих интересует насколько возникают проблемы у детей из скажем неполных семей или в семье где там родители разводились или мамы или папы до неоднократно выходили замуж или женились будет ли это вот как вы говорите карма продолжением уже у детей вы знаете предрасположенность может быть а сказать что это такая судьба нельзя потому что сама по себе так называемая благополучная семья где в наличии есть и мама и папа вам тоже ничего не гарантирует гарантировать могут нормальные взаимоотношения в семье между родителями потому что причина по которым люди сохраняют семьи различные не всегда сохраняют семью потому что то хочется или есть потребность но иногда там от безвыходности по ряду других обстоятельств поэтому я не могу сказать что если вы родились не полной семье или у вас пил отец то вы обязательно должны или тоже пить или вы будете разводиться это не так не всякая предрасположенность должна развиваться в то что вы называете кармой или по-русски судьбой михаил 22 года безумно влюблен сотрудницу она об этом подозревает но ничего не предпринимает а мне трудно ей в этом признаться решил ее забыть а может даже сменить работу знаю буду страдать что мне делать михаил во первых странно что вы от сотрудницы ждете она все-таки девочка не мальчик даже если она подозревает то вы должны видимо что-нибудь сделать есть так называемое ролевое поведение есть что-то свойственное мужчинам и что-то женщинам и женщина как правило ожидает от мужчины каких-то действий они вы должны ожидать от нее чтобы на что-то предприняла это первое и второе если вы столкнетесь с отказом то на этом как бы мне кажется стоит и закончить эту историю если для вас будет там затруднительно с ней общаться но поменяйте работу вот прямо в догонку иван из петербурга михаил как проще всего забыть девушка ли перестать о ней думать но совсем проще иван как известно клин клину вышибает найдете другую девушка об этой быстрее забудете и это уже такой практический совет то что многие люди когда не складываются отношения они потом расходятся потом они переживают но я же депрессию впадают не надо в себе замыкаться надо пытаться наоборот вести себя активно и не знаю знакомиться общаться как бы не уходить от этого и не рассказывать самому себе грустную историю что все это уже не то что такая как было у меня в жизни больше не будет это было не человеческая любовь вот с кем я как бы не встречаясь никак и лучше не нравится я думаю что очень часто его над такая внутренняя установка что вы заранее пытаетесь сравнить вашу новую какую-нибудь подругу со старой не в пользу новой если вы перестанете таким образом относиться к общению с девушками то быстрее собственно и забудете с вышли девушку забываете вы как бы избавляясь от своих страданий и переживаний поэтому я вам советую таким образом попытаться решить проблему достаточно эффективно юля наша постоянная с крещением юля спасибо дальше или пишут от партнера к партнеру мы совершенствуемся ракета отстреливает сгоревший ступень смешно вы знаете у меня большие сомнения насчет того что от партнера к партнеру мы совершенствуемся в том смысле что не сложившиеся отношения дают нам какое-то развитие в следующих отношениях наверное с возрастом с опытом отношений какое-то понимание приходит там 20-летний от 40-летних как-то отличаются в своих отношениях но вот делают ли люди какие-то выводы или понимает они какую-то системную проблему до что у них есть проблема из-за которой каждый раз отношение на чем-то заканчивается или прерываются или не складывается или девушка вас бросает или молодой человек бросает девушку это все время одинаково повторяется вот понимание похожести сценариев как правило или не происходит а так конечно опыт приобретается там отношению подростков и взрослых действительно разнятся николай из москвы и разрыв отношений всегда был моим решением так я находил все более подходящий мне партнерша сейчас женился всему рад николай это похоже на селекционную работу в сельском хозяйстве я не знаю вот как бы вам сказать и логика понятная что сначала отношения потом вы принимаете решение разорвать понимаешь это не совсем то что вам подходит и так до тех пор пока вы не находите подходящий партнерша но на это у меня есть другой аргумент а почему изначально когда у вас вообще начинаются отношения невозможно понять что это не подходящего партнерша чтобы вот ситуация как бы не доводилась до разрыва это же наверное с опытом можно гораздо быстрее оценить но ладно поехали дальше добрый вечер михаил александрович во вчерашней программе вы сказали что смысл жизни заключается в самой жизни это наташа из москвы наташи от них меня спрашиваешь то что же у нас наташи из москвы это не я сказал это известно я просто это подтвердил как это понимаете что это такое а хороший вопрос просить пожалуйста за такой вопрос на возможно не знаю не понимаю этого смысла в жизни в самой жизни многие люди в том числе я не живут а мучаются ну да такой вопрос нельзя ставить без ответа что это означает наташа и все остальные заинтересованные слушатели то что смысл жизни заключается в самой жизни это означает то что сама ваша жизнь не является смыслом у людей есть стремление быть счастливыми жить в гармонии с собой с окружающим миром в принципе любить себя и свою жизнь этот как бы есть ее смысл и люди у которых не получается вот этой гармонии про счастье уже вообще молчу они пытаются что-то в этой жизни делать для того чтобы достичь этого состояния вот в процессе достижения этого состояния люди уходят от смысла и начинает находить смысл в чем-то как бы сказать прикладном это может быть все что угодно ну самое распространенное в каких-то интересах в работе есть совершенно такой нездоровый фанатизм у многих он может быть абсолютно любой вот от религиозного да и не знаю спортивного и очень часто люди подменяют совершенно естественный смысл жизни который находится в самой жизни какими-то побочными смыслами проблема в том что если у них все как бы нормально складывается что практически невозможно в таком случае кто-то теоретически было бы и хорошо но нашелся человек в чем-то да и пусть это будет его смыслом проблема в разочаровании при этом многие классики литературные об этом писали там достоевский толстой я не знаю что когда люди ну как бы неправильно определяют смысл своей жизни то их ждет вот это вот фиаско ну например там связанные с революции с какими-то такими идеями многие находят смысл в этом потом оказывается что это никак не может быть смыслом это может быть на какой-то какое-то время смыслом с возрастом приходит понимание это я уже к наташи возвращаясь который вопрос задала что хочется просто жить и хочется радоваться жизни и хочется получать от жизни удовольствие но или в силу того что как бы не правильно сформирована система ценностей или в силу того что не складывается эта самая жизнь люди пытаются уйти от этого естественного смысла и найти что-нибудь начиная с коллекционирования марок но коллекционирование марок замечательное занятие но смыслом жизни быть точно не может огромные заблуждения когда люди ищут смысл жизни в другом человеке это отдельная тема для разговора на самом деле это использование других людей для себя самая распространенная когда например женщина живет ради мужчины или родители живут ради детей был бы все неплохо но как вы понимаете когда мужчины уходят то это женщина оказывается совершенно пустоте и бессмысленности своей жизни потому что она в свое время поставил на мужчину когда дети вырастают и родители начинают предъявлять к ним претензии что они всю жизнь угробили на детей и дети выросли неблагодарными тоже выясняется что это был ложный смысл ну много таких ситуаций это не совсем тема нашего разговора сегодняшнего мы больше будем говорить сегодня все таки о том когда отношения не складывается и в чем причина того что они не складывает продолжаем разговор владимир большим посланием разразился как подросток после развода относятся к родителям зависит не только атмосферы в семье на его дальнейшая жизнь дети хотят общаться с родителями вопрос что мы готовы родители их слушать я считаю именно родители играет решающую роль формирование истребление ценностей своих детей к счастью семейные неурядицы это не веснушки которые передаются по наследству у тебя своя неповторимая жизнь поэтому твой будущий брак зависит не от родительских неудач от вашего со второй половинкой благоразумие брак это не игра владимир пишет и дальше по скриптам добавляется тату из оливера голдсмита везде мы верим на себе самим и сами счастье свое творим ну красиво владимир но спорно но у нас звонок поэтому дать сначала ответим андрею сказали а потом вернемся к вашему интересному посланию владимир здравствуйте андрей ой андрей извините доброй ночи дроба доброй ночи вот скажите пожалуйста вот я не могу разобраться кто виноват в том что у нас отношения не складывается с журой а потом пошли на складывается андрей поподробнее все я даже не знаю как объяснить то все ненормально и нормально давно уже в браке дома давно у нас уже дочь восьми лет так добракам и знакомы два года раньше брака было все замечательно все после брака а что после брака ну все поменялось ну конкретно все это общее отношения в семье поменялись и отношениям добрые отношения стали злыми отношениями не могу жену не на улицу вы чуть-чуть мороз по улице все уже вычисли невозможно погулять а до брака прямо бегала босиком по сугробам ну практически да практически да а вы когда-нибудь обсуждали она сейчас слушает нас нет я надеюсь спит почему наоборот было бы может полезным мести поговорить а вы спрашивали вашу жену почему она как объясняет они как на ночи хотела замуж ну в общем-то нормально все было нет я обоюдное решение было все как бы не бывает люди получают то что хотят и дальше расслабляются то в общем-то я непогат чтобы вы выходите меня было в россии замуж можно хотеть просто так это отдельная тоже тема для разговора тут деньги вообще ни при чем такая просто идея фикс но я сейчас не об этом вы никакого объяснения не можете найти в изменении или поведение жены или вашего отношения к ней здесь же не обязательно она изменилась просто и делал что не могу я в общем-то иногда и на себя грешу у меня к сожалению второй брак на 3 я совершенно не готов потому что я очень как бы сказать но души на страдает того что сына рядом нет у меня сына старший брак 14 лет мужа а первая брак из-за чего распался андрей честно говоря очень быстро он распался там он был с бухты барахты потому что как бы ребенок народил аборта делать мы не хотели потом бы потому что разные люди были вот но я поставил семью так что у меня дочь с моим сыном общается любят друг друга то есть мы постоянно общаемся стоян нет это хорошо я просто пытаюсь задавая вам этот вопрос понять существует ли как бы одни и те же грабли на которые вы наступаете вот я тоже пытаюсь в этом понять но совершенно другой то что там было полтора года совместного жития то что здесь был совсем раз да но неряшливая до безобразия здесь наоборот все дома все скрупулезно помыто все почищено то есть в бытовом отношении претензии к женщине вообще никакие нет вы сказали что первые женой вы были разными ну мне не нравилось скажем так там большинстве то есть человек был совершенно неряшливый могли там колготки валяться по квартире в разных местах то есть вот до такого доходило это не мое у меня как бы дома станет крестьянская у меня мама из крестьянска папа крестьяне покойная другого привычали я вас понял я вот вы сказали про колготы которые валяются я вспомнил известную шутку психологов что большинство разводов происходит потому что ботинки в коридоре стоят мне параллельно друг другу андрей к сожалению это не консультация а передача поэтому я не смогу уделять вам все время для того чтобы на этот вопрос даже попытаться ответить надо очень долго слушая какие-то там реальные примеры жизни пытаться понять долю вашего участия жены дело в том что вопрос не обязательно в отношениях то есть вы к ней так относится сирана так к вам относится это может быть проблемы личностные там чек может быть конфликтный чек может быть сложные для совместной жизни тут много может быть причин поэтому к сожалению пока все что я могу сказать возвращаемся к владимиру который правильно заметил что семейные неурядицы это невеснушки которые передаются по наследству владимиру то что я говорил сейчас андрею могу сказать и вам к сожалению то что вам кажется межличностным конфликтом семейные неурядицы на 99 процентов является личностным конфликтом человека они взаимоотношения между супругами и вот это может передаваться по наследству простая ситуация представьте себе что живут два человека один из которых но действительно конфликтный то есть у него предположим истерический невроз который выражается в том что ему необходимо все время провоцировать другого на эмоциональную реакцию туда он успокаивается вот такой механизм у этого невроза то есть конфликты постоянно ищется повод находится повод человек открывает рот начинает вы снять отношения другой начинает кричать они потом кричат оба и тот кто спровоцировал после этого абсолютно успокаивается а многие еще звонили в разные наши программы на ради говорили потом совершенно безумно замечательный секс при том чем хуже конфликте прямо лучше секс это уже совсем клиника и в этом смысле это может передаваться более того можно догадаться что наверное девочки перенимают черты характера своих мама мальчики своих отцов и это тоже правда это как веснушки которых вы пишете не таких неурядиц как буквально отношения плохие между людьми их действительно там один процент от всех конфликтов но как вы себе представляете если отдельно муж замечательный прекрасный добрый человек жена прекрасная добрая женщина они конфликтовать собственно не должны если они все замечательные я боюсь что проблемы не в конфликтах в том что они не совсем замечательные а это уже может носить наследственный характер они все хорошие постепенно уходила в песок а всяческие раздражения разрастались как сорняки оба виноваты все хорошее так это уже три раза почему-то анатолий менять язву алкоголиком а я вообще не пью 34 года анатолий ну да я об этом сказал что это предрасположенность которой совершенно не обязывает вас пить курить и делать все остальное от того что родители ваши это делали сама виновата это оля из города ворска как говорит подруга бачили глазки ашо выбирали ешьте теперь хоть по власти я видимо оля не размавляя на море поэтому не все понял из того что вы написали большая часть людей расходятся потому что происходит разочарование открывается все негативные стороны человеческой души дмитрий акимов дорогой дмитрий я бы согласился если бы ни одно обстоятельство есть люди которые в принципе разочаровывается постоянно и у нас в разных программах были звонки по этому поводу но что-то типа того что я там каждый раз встречаясь девушка через какое-то время теряя к ней интерес почему теряю она меня разочаровывает почему же зачаровывает а у меня какая-то странная форма пальцев на ногах меня это начинает раздражает но что-то в этом духе и и очень часто проблемы не в девушках которые чем-то разочаровывать то есть чем больше как бы как вы пишете открывается негативные стороны человеческой души в том что чек сам может быть я не знаю что это перфекционизм или какие-то другие причину такой разочаровавшийся вообще это тоже проблема альдар из уфы пишет добрый ночи родители влияет на изначальный выбор то есть девушку выбираем чтобы она была или как мало ли совсем не похожий на мать на в том как складывается отношение отношения дальше виноваты оба точнее совместимость людей но это вот по вопросу о том что родительской истории в том числе выборе партнера но согласно известные теории фрейда с которой трудно не согласиться действительно люди против против по выбирают себе партнеры противоположного пола исходя из родителей противоположного пола из каких-то схожих черт но это и понятная ситуация потому что если вы все выбирали какой-то один тип человечество вопрос тоже вымерла всем понравились например голубоглазые блондинки на этом бы вся история закончилась но отношение дальше складывается конфликтно в том случае если у вас вашими родителями противоположного пола тоже были непростые отношения получается такая немножко замкнутая ситуация что вы вас влечение к людям похоже похоже там на ваших родителей на при этом так как у вас родителями конфликтные отношения вы с этими людьми уже будучи взрослым человеком не уживаетесь вы с ними как бы продолжаете выяснять отношения по тому же сценарию по которому вы выясняли отношения с самими родителями и то что вы ильдар называете там совместим несовместимостью людей это достаточно сложная проблема потому что те люди которые объективно вам могли бы подойти вы их не можете не испытывать никакого влечения интереса наташа я поняла что у меня не доходят до серьезных отношений так как я сама подсознательно выбираю мужчин которые на них не способны почему и что делать наташа во-первых вам бы проще позвонить было чтобы мир объяснили что такое серьезные отношения это очень часто употребляемые исключительно девушками выражение которые видимо у разных девушек имеет разный смысл в чем подсознательный выбор мужчин которые не способны на серьезные отношения тоже достаточно спорный вопрос они вообще не способны или в отношениях с вами они не хотят серьезных отношений или вы не видите разницу между тем или вообще не понимаете как это в начале вашего знакомства будут ли это серьезные отношения или мужчина написано на лбу что мы просто переспать на одну ночь ну вот я не могу из этого вашего короткого письма говоришь своему тещу позвоните и поговорим более подробно она цитирует вуди алина в том что мы развелись есть и моя вина это уделяем и слова я пытался поставить свою жену под а под пьедестал константин при знакомствах через интернет можно переоценить партнера вы знаете константин не только признакомиться через интернет но и вообще при живом знакомстве можно переоценить по двум обстоятельствам извините первое то что люди когда знакомятся хотят конечно же понравится и поэтому они ведут не свойственной себе манере они пытаются произвести хорошее впечатление принципе у ничего плохого в этом нет но это как бы не они это такое вынужденное поведение для того чтобы они понравились то есть люди скрывают свои негативные негативные качества наоборот раскрывают позитивные и всячески демонстрируют свою лояльность покладистость уступчивость доброжелательность и многое того то за что можно их полюбить когда они получают ради то ради чего они так старались они резко расслабляются из них начинает вылезать тут негатив который они как бы аккуратно по понятным соображениям пытались спрятать это первая причина по которой переоценить можно и без интернета и вторая причина вы можете влюбиться если вы влюбились того же чек вообще никак не оцениваете там бесполезно что-нибудь объяснять хотя знаете бывает сейчас такие истории когда ваши друзья или подруги пытается вам объяснить что вы не с тем человеком связались так как вы человек влюбленный вряд ли вы их вообще слушаете потому что голова в этот момент вообще не работает все происходит на одних эмоциях эмоции это не мозги к анализу не способны оценить щек они тоже не способны это как бы одни переживания и дальше когда этот период влюбленности проходит а вообще не долговечный обычно больше трех месяцев он вообще не длится то тут выясняется что это совершенно другой персонаж не тот который вы себе придумали а сына другой живой человек с большими там серьезными недостатками вон вообще не очень подходит и вообще вы не очень совместимы и тогда вот возникает идея переоценки вот два обстоятельства при которых такая проблема может действительно как переоценка вылезти наружу денис из петербурга здравствуйте говорят лишь бы чек был хороший действительно ли девушка может любить за характер да денис и почему только девушка может любить за характер и девушек мужчина тоже могут любить за характер вообще характер это отчасти залог даже счастье как об этом уже говорил что для счастья необходимо иметь хотя бы легкий характер люди с трудным и тяжелым характером вряд ли могут быть счастливы и поэтому за характер любят совершенно это правда александр из германии здравствуйте добрый день уточнение день чего же ночь ну да ближе к ночи у меня вопрос в принципе ну как у вас тема передачи что начали ну да и не складывается отношения то может никто и на вас просто почему не складывается ну да почему не складывается вы все ищете же объяснение ну да ищу то есть появилась куча претензий к друг другу и в принципе ну по крайней мере с моей точки с моих как я как я вижу ситуацию что просто у жены ко мне появилась куча претензий не в какой-то момент просто надоело их удовлетворять у него то есть у нее были какие-то запросы ко мне я сначала пытался соответствовать а потом как-то в какой-то момент надоело а потом как-то еще и появилось взаимное раздражение подскажите александр вот так как вы описываете ситуацию вы давно женаты два года два с половиной два с половиной года вы еще женаты или уже развели еще женаты еще женаты когда вы встретились познакомились и сделали предложение жене у нее не было к вам претензий вот вот именно в такой жесткой форме в настойчивой нет в мягкой были и и в общем я их пытался удовлетворить какого рода были просьбы мы дважды в день или лучше трижды и бриться постоянно так ну вот такого примерно пользоваться дезодорантом вы сделали то что она спросила доза как вы женились на ней да делал а что произошло когда вы женились вы перестали бриться мыться и пользоваться дезодорантом какое-то время нет не переставал так вот общего решили что пока вы как бы женихом ходите да вы вынуждены считаться с ее просьбами а когда вы женились то вы можете переиграть всю эту историю и не делать того что она вас просила когда еще не была вашей женой логику объясните мне свою логика охоты сначала а потом все а почему вы трактуете так что жена вызывает но уже взаимное раздражение да ну да только я ее раздражал и сейчас еще и на меня перекинули конечно когда вас пилят то рано или поздно вас тоже начинает раздражать я понимаю вот скажите мне вы ведь трактуете не так что вы перестали что-то делать вы трактуете так что она стала жестче предъявлять претензии а раньше это были не претензии а просто в мягкой форме сформулированы и просьба да раньше были в мягкой просто после брака они стали оформляться именно как безусловные требования вы знаете что я вам хочу сказать как ни странно хотя вот то что хочет от вас жена это абсолютная бытовуха тем не менее есть вещи с которыми человек может жить и есть вещь которым он не может жить если для вашей жены невозможно жить с мужем которые не пользуются дезодорантом не моется и сутерматаж еще было не бреется по моему то есть ли это вопрос принципиально на физиологическом уровне то вы должны сказать себе если вы не готовы вот пойти на то что она просит я сейчас не не беру говорит там хорошо это или плохо нужно мы цели не нужны два раза в день это дело абсолютно как каждого то это такая уже не совместимость на физическом уровне если можно немножко в этом подвинуться и делать то что просят ваша жена и для вас это тоже в принципе приемлемо то может быть идет раздражение и уйдут претензии если окажется что вы уже все делаете то что хочет ваша жена моетесь уже четыре раза ходите по квартире с дезодорантом в руках и постоянно бреетесь а претензии продолжается то вы можете иметь право сказать что там дорогая тут видимо не в этом дело что я мой сраздение не два просто ты конфликтный человек и давай с тобой расстанемся ну вот так примерно выглядит эта ситуация александр вашингтона спрашивает вы подробно перечислили что не может быть смыслом жизни марки не могут дети не могут муж не может а что что да по-вашему может александр и то что не может а это некий искусственный смысл жизни я бы сказал не совсем правильный может быть смысл жизни на самом деле все что угодно даже зима с тараканами вопрос только в том что смысл жизни как я уже вам сказал это сама по себе жизнь она и несет в себе свой смысл да даже был такой французский фильм семидесятых годов он так и назывался жить чтобы жить но это приходит видимо уже в таком зрелом возрасте осознание этого а в юном возрасте люди себе как бы придумывают эти смыслы часть из них совершенно безобидны часть из них носят возрастной характер потом это проходит а часть вполне не безобидны и может преследовать человека всю жизнь до самого разочарования потому что кроме того чтобы быть счастливым получать радость от жизни трудно представить что-либо еще в эту радость и в счастье входит все и вы в эти муж дети марки ради бога это все жизнь но когда человек пытается найти что-то одно как правило но я не знаю есть вот как я сказал уже вещи безобидны как собирание марок я это и бог с ним а когда это касается других людей когда люди действительно теряется даже не пустые слова что мне захотелось так именно осветить эту проблему нет люди страдают они приходят в ту же консультацию лучшем случае к психологу а в худшем случае в суицидальный центр психиатру потому что они потеряли смысл жизни когда начинаешь разговаривать то получается что смысла жизни нормального никогда и не было потому что но пожилые люди скажем оставшихся оставшиеся не то чтобы даже без детей с детьми которые ими не интересуются они уже потеряли смысл жизни они страдают у них депрессия развивается они уже жить не хотят и выясняется что там женщина пожилая и не знаю 80 лет дети и не звонят но когда я был 30 лет она уже начала говорить своим еще маленьким детям что она всю жизнь на них угробила потратила что она живет ради них упрекать их в том что они неблагодарны вот как бывает когда неверный смысл жизни жена которая перестала думать о себе который потеряла то что у нее было она не работает у нее нет интересов она как бы живет интересами семьи но когда стей разводится и даже не 80 лет например там а 40 она тоже впадает в депрессию она уже потеряла смысл жизни а так и говорит у меня нет смысла жизни у меня вот семьи нету я не знаю вообще зачем я живу вот александр о чем идет речь это действительно ошибочные смысла но нельзя сказать что в этом смысла нет в этом смысл есть только это не тот смысл который как бы сказать должен быть а лизы санкт-петербурга помогите восклицательный знак ужасно себя чувствую 9 января оставил парень ему 24 мне 22 не могу нормально работать работа надоела хочу менять работу в гоняясь в депрессию лиза вам плохо на депрессии пишите через е люблю его а он уже с другой не женился на мне встречались два года может женится на ней это будет удар если надежда что вернется можешь вам позвонить позвоните конечно лиза я очень вам сочувствую но вот вы буквально вот я только что говорил об этом вы прямо в тему свое сообщение написали это во первых я хочу успокоить вряд ли вы вашего парня любите вы скорее всего находитесь в психологической зависимости потому что это еще чеха в душечке описал когда женщина в ком-то растворяется то потом будут проблемы и возникают в идеале должны быть эти какие-то равноправные отношения у человека должна быть независимо от пола лиза своя жизнь и замечательную любовь к парню но парень не может настолько затмить как бы собой всю жизнь это говорит не о том что это такая любовь нечеловеческая о том что у вас может быть с этим были проблемы вы себя там но как бы чувствовали не самодостаточной одинокая не знаю не востребованной и поэтому как бы такая достаточно высокая ставка на парня на парень не оправдал надежд но это долгий разговор вы действительно позвоните дать лучше поговорим александр из петербурга доброй ночи доброй ночи вот скажите у меня такая проблема я девушку знаю очень давно и ну как бы всего знаю 9 лет при этом очень плотно общаюсь не три года вот вот за эти три года получилось так что как бы наше общение выпало на ну вот так называемый переходный период вот мне 17 ей 17 будет в начале февраля вот получилось так что как бы у нас взгляды на жизнь формировались практически одинаковые вот это привело к тому что у нас в принципе нету расхождений ну как бы вот таких вот глобальных расхождений практически не ссоримся вот но есть одна маленькая такая проблема как бы я бы хотел каких-то более высоких отношений давайте скажем встречаться с ней хотя ненавижу эту формулировку более высоких вот я как-то серьезно высокий не понимаю как более серьезных отношения она говорит что мы просто друзья и как бы единственное что меня держит но первых ее люблю вот причем не влюблен а именно люблю то есть я это уже все продумывал анализировал на вас а вот а вот как она ко мне относится я понятия не имею как бы она говорит что мы с тобой друзья и при этом как бы вот у нее тут недавно был какой-то парень в общем конце концов она с ним рассталась вот жаловалась она мне ну если можно так и жаловалась но не важно вот то есть как бы в конце мы с ней несколько раз было ссорились так очень сильно в общем так что не общались то несколько месяцев чуть ли не не полгода вот но как бы при этом в конце концов все равно она ко мне возвращалась извинялась в общем я не права все такое потому что как бы по моей вине мы ссорились ну практически так сильно монетворить вот если я не просто я введаю то я не просто и на вот ну как бы вот такая ситуация вот у меня такой вопрос как бы это дружба она может перерасти в любовь такую взаимную вот или все-таки обычно такие ситуации не заканчивается ничем нет всякое бывает единстве что вы должны понять правду хотя она не очень приятно то что вы называете серьезными или высокими отношениями это не совсем об этом речь речь больше идет о том что вы ее воспринимаете как женщину вы их не испытываете чувства она воспринимает как друга это понятно александр вот это понятно но как бы в этом она воспринимать меня как друга и что из этого вытекает ничего для вас хорошего не вытекает то есть качестве друга у вас все замечательные может быть на всю жизнь но вы не хотите с ней дружить ну как тогда ну вот то что касается второго вопроса может ли дружеские отношения перерасти в недружеские я тоже вспомнил замечательный фильм по моему назывался когда гарри встретил сали с белым кристаллом из по моему смэк райан вот как раз такая история как ну там ну может быть вашего возраста юноша с девушкой познакомились у него своя девушка у нее там парень какой-то он и на машине подвез но они как бы стали дружить за это время там уже и в браке по моему побывали ну друзья такие и так они почти всю жизнь прожили и где-то будущего совсем взрослыми поняли что они друг друга любят так что бывает когда это перерождается какие-то отношения но я вообще-то сказать не сторонник ситуации когда нужно что-то форсировать или надо ожидать чего ты мне кажется отношения или складываются или не складываются но тут я вам не могу давать советов это вам решать ну лотерея такая александр может быть перерастет а может быть иди перерастет если хотите поиграете деляра что делать если муж развода не дает не живет ревнует звонит проверяет электронной почте приезжает бьет на развод так и не дает паспорт и свидетельство обративание милиции суд беспомощный дляра позвоните потому что честно говоря я в этот бред не верю муж не может давать или не давать развода это не то что да да можно дать значит если паспорт и свидетельство о браке вашего мужа вы идете спокойно пишите заявление делаете себе новый паспорт идете в загс и берете копии свидетельства о браке восстанавливать это все без проблем и иди и суд беспомощность 6 беспомощность я тоже не очень понимаю и дети в суд пишите исковое заявление расторжение брака муж может продлить просто удовольствие там не ходить на первое заседание на второе на третьем а все равно разведут поэтому вы позвоните потому что я не очень доверяю вот извините меня конечно за грубость тому что вы пишете что если муж не дает вас не разведут к счастью или к сожалению для кого-то по законам российской федерации если одна страна хочет развода но в любом случае получит даже если другая не хочет исключение составляет женщины с детьми в возрасте до одного года вот в этом случае только она может развестись а муж не развестись не может его не разведут пока ребенка не исполнится год это единственное исключение полина из петербурга доброй ночи здравствуйте рассказывать твою историю расскажите у меня такая проблема очень давно где-то полгода наверное даже или больше у меня есть молодой человек мы встречаемся с ним уже два с половиной года вот он первый мой молодой человек и в принципе сейчас единственный вот но сначала у нас все было хорошо отношения развивались сейчас у меня есть еще один поклонник который я к нему отношусь как к другу а он меня не может воспринимать как другого меня воспринимает исключительно как девушку вот и отношения с моим молодым человеком он уже взрослый 225 лет ему вот мне двадцать кто ваш поклонник или ваш мой поклонник мой ровесник вот и с моим постоянным парнем у меня отношения сейчас с каждым как бы вот уже полгода они идут на спад мы совсем перестали интересоваться друг другом я это говорю не только он ко мне потерял интересную я тоже уже уже как-то но не хочу мне с ним уже стало не так интересно как раньше и пылу газ у обоих вот и на этом фоне мой поклонник мой ровесник он очень такой наоборот он полная противоположность он очень пылки страстные ухаживает дарит цветы в общем делает все то что должен делать мой парень понимаете понимаю вот а я нахожусь в ситуации вот между двух огней и и мне это тоже нравится что он за мной ухаживает но с другой стороны не могу ему отвечать и но это уже длится где-то полгода уже это длится может быть даже больше дело в том что мы с моим поклонником учимся вместе и наши вот такие отношения они как бы потихонечку потихонечку развиваются ну то есть вот я ему нравлюсь все больше и больше он меня влюбляется а мне это льстит понимаете и на этом фоне у меня я думаю возросла самооценка и я уже к моим молодым человеком себя веду я уже если раньше я как-то за ним там бегала там обнимала его там ты мой хороший то сейчас я уже так веду себя с ним высокомерно и и требую от него вот те хотели на внимание извините а в чем вопрос а вот в чем вопрос я не знаю как мне быть потому что я не знаю кого мне выбрать а вы только так мыслите надо выбирать но как а вы а как но я думаю что если вы затрудняетесь кого выбрать у вас есть еще один вариант вы можете никого не выбирать они храни просто пожить одной вы так не думали так нет я живу 1 но не встречаться говоря по-русски с одним не с другим например с одним потому что отношения себя изживает а с другим потому что вы его как вы сами сказали воспринимаете как друга не как мужчину такая абсолютно такая стопроцентная женская психология психология как переходящие красные знамя надо кому-то прибиться или вот к первому или ко второму попробуйте выйти просто из этих трех берез и понять что жизнь не так складывается как вам кажется да что надо выбирать надо выбирать а вы знаете что я вам на это отвечу я уже думала над этим думала что остаться одной но дело в том что сейчас я так подумала вот я останусь одна и что вы допустим вот мой молодой человек который взрослый он скажу прямо мне с ним очень удобно он меня обеспечивает ну как я сама себя обеспечу но допустим если я уже без него сейчас я не представляю как буду потому что он мне очень много помогает всегда и как ну и как по-человечески как друг вот это с одной стороны то есть я не могу потерять его как друга потому что он не очень поддерживает жизнь не помогает мне это я прошу прощения дарит мне внимание которые мне не хватает от моего молодого человека без которого я тоже не могу остаться получается что у меня такой собирательный образ но с его на никифоровича нет нет полина него собирательный образ и нос просто вы подтверждаете мою догадку о том что женщина насколько эмоционально и могут любить без памяти настолько же достаточно цинично и рационально и все это уживается в одном организме вы используете говоря по-русски одного для повышения самооценки другого вообще из-за денег это как бы вам сказать такая история не о выборе до каких-то преследований своих интересов но я хочу вас огорчить обычно женщина из-за этого в результате проигрывает по одной причине или вы сами за себя отвечаете можете рассчитывать на адекватное отношение к себе или за вас отвечает кто-то даже дети за которых отвечает родители вынуждены терпеть родительские наставления там какие-то границы что можно что нельзя взрослая девушка вы продолжаете играть в эти игры я думаю что тут не стоит вопрос выбора вы просто как бы держите при себе там одного и другого ну потому что каждая из них какой-то там ценность представляет без комментариев николай из москвы часто отношения не складывается из-за не умения идти на уступки терпеть небольшие недостатки партнера где вы видите грань пусть который терпеть не стоит да николай вообще считаю что вот тоже дали того чтобы быть счастливым как вот слово терпеть не очень сюда вписывается тем более если иметь ввиду что отношения с другими людьми носят исключительно добровольный характер то почему надо что-то терпеть но если отвечать буквально на ваш вопрос то существуют вещи которые вы спокойно относитесь и которые вы можете терпеть осуществляют вещи для вас абсолютно принципиальные вы через это переступить не можете и независимо от того что я вам скажу вы сами знаете где грань то есть то что для вас вообще не приемлемо но вот как бы то что неприемлемо то обычно людей не терпит роман 30 лет скажет как вести себя женщиной скобочках моя жена у который резко и часто меняется настроение с неоправданно возбужденного до полярно-депрессивного из-за этого ежедневные конфликты не признает своих даже очевидных ошибок как быть роман но если так как вы описываете это называется психо-психиатрия циклотемия смена состояния очень часто бывает связано с увеличенной щитовидной железой может быть к эндокринологу сходить если это поведенческие проблемы только психотерапевту мой печальный опыт это генфил так подписано мой печальный опыт дважды говорит 1 низкая очень культуры отношений ответственность и 2 недостаток мудрости женщина одни эмоции елена добрый вечер мне кажется что в конечном счете причина не сложившихся отношений кроется в самом человеке осознание то не становится легче может быть и тяжелее вы знаете лена становится легче потому что дает вам возможность избежать в дальнейшем ошибок если вы не обвиняете себя пытаетесь конструктивно туда слово вина не очень уместно просто как бы найти некую причину в себе то вы просто можете избежать наступление на те же грабли вторично юрий добрый ночи добрый ночи вот такой вопрос у меня как бы треть но три раза не складывается отношения вот все те причины которые я слышал вот решил с вам позвонить а вот третий раз у меня довольно таки относительно серьезно у меня двойня два пацана очень такие красивые хорошенькие здоровые 2 по 2 годы но как бы ушла вторая половина и вот у нас как бы все на этом затухло так и с моей стороны идет продолжение как бы я так как бы ну проходит время я понял что он надо как-то налаживать это все но с другой с другой стороны а ты тип того не нужен вообще ну и в принципе и вот и бытовые но тут бытовые уже не играет роль я дом как бы строю большой в подмосковье а это как бы тебе говорят а вот ты вот тогда поступил неправильно а это тебе вот как бы это урок на всю жизнь а в чем вопрос ты плюнуть и растереть вот вот в кого плевать и не очень нет но мы в одну ситуацию на юрий подожди ситуация не вся и не в одну кучу отдельно мухи отдельно котлеты рассказали что у вас есть жена которая от вас ушла нету это это вот гражданский брак у нас хорошо у вас есть мать ваших общих детей до который от вас ушла и есть сами дети так что вы можете ну раз уж так произошло принять эту ситуацию но при этом продолжать оставаться отцом почему нужно все в одну кучу и детей как говорится чехом вместе с матерью сливать как бы отношение ваше с вашей гражданской женой это одна история а то что вы отец это совершенно другая история друзья мои наше время подходит концу дайте подведем некоторые итоги еще много сообщений но к сожалению не успеем дело не в вине в вине смысле вины не в чувстве вины дело действительно в конструктивном подходе если у вас не складывается отношения тех у нас слушает но я просто на там 200 процентов уверен что у 99 процентов отношений там со школы начинает читать или с детского сада я не знаю точно были более чем один раз то есть у некоторых достаточно 10 20 30 раз отношения уже не складывались действительно проще всего сказать но вот человек такой попался на самом деле то что человек попался тоже можно понять почему такие попадаются в принципе это опять не ваша вина это попытка осознать что у вас есть скажем там потребность в таких-то людях до которые не смогут как говорили раньше составить ваше счастье это одна проблема вторая проблема что может быть вас есть какие-то черты характер из-за которых там новый чек не очень уживчивый да с вами расстаются вот если таким образом относиться к отношениям извините за тавтологию то можно будет понять почему это происходит ни в коем случае не имея в виду никакого чувства вины я прощаюсь с вами пока